Барабанщики звучным боем возвестили о начале празднования Дня молодежи в микрорайоне Железнодорожной Слободы. Снова после открытия Дворца культуры Дружба возвращается традиция отмечать праздники вместе с жителями на прилегающей территории. Максат Ситников, Виктория Никульна и Эдгар Геворгян выходят на сцену всего второй раз. Они представляют новое и еще малоизвестное направление – битбокс. Самоучителем для них стал интернет. В Уссуриевске этого нет. Мы узнали это по интернету. Просто понравилось, я начала этим заниматься. Я одна смотрю по интернету, пробую, учусь. Получается, и все. Надо просто часто заниматься и у всех получится. В этой концертной игровой программе организаторы постарались собрать как можно больше молодежных направлений. Наши концертные программы принимают участие ребята различных направлений. Это битбокс, КВНщики, группа рэперов, также у нас танцевальный коллектив, ребята-барабанщики. Наша цель была объединить все течения. В городском парке молодежь веселилась современными музыкальными композициями в исполнении тех же юных дарований. Но заодно решили поискать и новых звезд среди исполнителей. Петь сольно смелых нашлось немного, а вот бэк-вокал пришелся по душе многим. Уезжай сегодня, но и со мной. Косят зайцы траву, тринь траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поет. Каждая погода прогадает, как дождь или снег в любое время года. После песен каждый мог испробовать свои силы в танцах. Единственное, что омрачало, самой молодежи на праздники было не так много. Виктория Титаренко, Александр Анисимов, Игорь Антонов, Телемикс.